Приветствую, Амигос. Ну что, Сомма продолжается. Кого же мы встретим, если лагать перестанет. Ксеноморфа. Ксеноморфа Жору. Или, сука, губку Спанчбоба. Это, слава богу, не рабочая фигня. Так, стекло разбито, значит, стекло можно вынести, надо найти только чем. Вот этой хренотенью, например. Какие многофунк... Да, ёптвою. Что ж так здесь лагает-то, я прям не знаю. Многофункциональный огнетушитель. Делай раз. Делай два. Вообще, надо было посмотреть, а больше-то здесь... Больше-то здесь должно... Должно больше другого пути здесь не быть. Или... Или я начну паниковать просто из-за большого количества вариантов, куда пойти. Просто в игре нету карты, напоминаю, поэтому... Шаг влево, шаг вправо и заблудился. Так, а это для умни инструмента, да? Или нет? Доступ закрыт. Я ванганул. Я вижу будущее на секунду вперёд. Так, хорошо, значит... Значит, мы ищем омничипы, да? Там звук чего-то... Чего-то металлического, катающегося по полу. Типа, элементы хоррора хотя бы на уровне звука соблюдаются. Что-то за окном. Что-то за окном. Что-то, бильярдный шар? На нём что-то написано такое, надо не прочитать. Пора угнать субмарину. Последний раз я субмарину угонял, когда играл на плойке в Hidden and Dangerous. Та ещё игруля. Видимо, они пошли сложным путём, пешком. О, прикол. Наверное, за Моисеем он им, наверное, воду раздвинул. Я вот о чём подумал? О каком ковчеге идёт речь? В ковчеге отправили... людские копии свои? Людские оригиналы, вернее, или роботов отправили? В ковчеге. То есть, на кой хрен биться за выживание роботов? Кому они нужны? Спасать-то это человечество надо было? А человечество, скопированное на флешке, это уже не человечество. Гондола Донбет. Я думаю, хорошую штуку гондолой не назвали бы. Хе-хе-хе. Она не отдаёт мне умный инструмент, я правильно понимаю? Найти кого-нибудь, кто знает код доступа. Ну, была одна бобёнка там на входе, но я её порешил. Убийство из жалости, знаешь ли. Как это называется? Эвтаназия, ё-моё. Но она не просила, конечно. Но мне кажется, она этого хотела бы. Так. Ну, так о чём мне безумные инструменты здесь делать, блядь? Какие она мне двери открыла-то, я не понял. Я открыл вам другие двери. Это какие, блин? Ты мне объясни, вот какие ты двери. А. О. Странно, что. Она заработала только, когда я подошёл. Станция прям в скале вырублена, смотрите-ка. Ой-ой-ой, что ж это звуки-то такие резкие. Игра-то не страшная, но звуки резкие. А резкие внезапные звуки, они всегда... Всегда наводят стрём. Это чё, это гвоздомёт, что ли? Выживать лучше всего на Тетти. Так, ну, куда? Ну, сначала сюда. Нахер, нахер. Вот это, блядь, вот это звук был вообще. Так, а если сюда? Там кого-то заперли внутри или что? Сука, чё ж тут территория-то такая огромная? Просто охереть. О. Это, где я делал мой сканирование. И все остальные, я думаю. Если делала сканирование. Мой сканирование был первый. Я должен тестировать сканирование, before I could start making promises. Ни хрена себе она первопроходится. Она первая, кого отсканили в робота? Страхки, ответьте. Нужна помощь в лаборатории, комната сканирования. Чё случилось? Конрад убился после сканирования. Боже мой, как? Эээ, мазером. Вмазался мазером. Шо делать? Ну, надо найти пилу и чёрный пластиковый пакет. Нет, пожалуйста, я почти закончила. Строймер закроет проект Ковчег. Я не виновата, что люди убивают себя. Кэтрин, что вы предлагаете? Вы же не будете таков выносить из лаборатории тела в 120 килограмм? Я ванганул про пилу и таков. Топор и пакет. Действительно, я же не виновата, что люди себя убивают. Они и под спайсами себя убивают. Ничего нового. О! Чё тут клешни прям такие. Бля, вот откуда это выросло? Я вижу! Смотрите терминал, я просто хочу確ку. Композиция тип сжатые данные. Нейрограмма на Кодзимы. Датасканирование 12 марта 2014 год. Берг. Чё за Берг? Дрехтенберг, наверное, нет? Материалы Расса Берг. Нейрограмма на Кодзимы тоже. Мунши. Тут вообще одни китайцы тусовались, я смотрю. Дэвид Мунши. Дэвид Мунши? Как это? Что это? Чё-то знакомое Мунши. Это доктор Мунши, по-моему, или автор книги Мунши? Я в начале игры про этого Мунши чё-то. Джаред. Доктор Мунши, да. Аудиозапись. План. Мы всё подготовили, всё законно. Получилось, доктор Пик и профессор Вэй. А, отличная новость. Лекарства практически те же. Будете принимать эспирин по утрам? В общем, всё. Пол разработал диету. Там разные варианты, советую попробовать. Можете продолжать физиотерапию ещё раз в два дня, дополнительные кардиотренировки. А, не всё так просто. Не волнуйтесь, тут нет сложностей. Мы будем вас осматривать раз в неделю. После сканирования. Так, вот и всё. Было весело. Вернуться в мир живых? Это он чё, имел в виду-то сейчас? Чё-то у них не получилось. Да, мне тоже. Я должен спасать тебя. Эй, ты у меня мозг на файл. Может быть, ты можешь использовать. О-о-о, его тело умерло. Кто знает. Ты бы в порядке с этим? Успользуясь для моей исследований? Конечно. Это как часть меня живёт или что-то. Как донорский орган, ты чё? Доктор Мунши что-то... Доктор Мунши что-то забрал себе. Доктор Мунши что-то забрал себе. С травмом мозга после аварии. Может, он уже там был роботом? Зачем... Можно ещё стереть данные зачем-то. Дата рождения 31 июля 89 года. Ты ему сколько? 26, что ли? Как он был молод? Как он был молод? Ну, пока стирать, наверное, я ничего не буду. Какая-то легасия? Это исторические таблицы для инфекции. Никакой самостоятельный инженер не использует легасия. Но они благодарны. Они приходят с каждым разработчиком. Так что... Моя мозг-сканка превратилась в таблицу для интеллигности. И ты должен быть рады. Так много для этого, мистер. Никакой магии или времени не нужны. Я был здесь все равно. Он ждал, пока кто-нибудь загрузит его мозг. Вот. Невозможно подключиться к серверу. Маршрутизатор. Хранилище под этажа. Маршрутизатор. Чё-то знакомое. По-моему, у кого-то из моих знакомых роутер барахлил. Там тоже чё-то с маршрутизатором было. Так это хранилище. Так это хранилище. Сука. Где же маршрутизатор? Маршрутизатор в маршрутизаторской. О, тут камера есть. Кто-нибудь палит? Интересно сейчас. Тоже не работает, да? Угу. Ясно-понятно. Сука твою мать. Надо искать маршрутизатор. О. А чё-то так крови из-под этой двери много. А кнопки открывания нет. Тут такой спуск интересный. Я думаю, что если разлить тут воду и намылить жопу, можно было бы кататься как с горки. Хе-хе-хе. Так, а тут... А ёб твою мать! Саймон, разворотил дверь. Они не видят, они слышат. Они будут нападать на звук. Какие интересные, однако, враги в этой игре. На одного смотреть было нельзя. При следующем шуметь нельзя. И они были где-то у лазарета. Телизор не работает. Чё такое? Велосипедисты. И чё это за фотки такие? На какого хрена они нужны? Гей Конрад. А, Гай. Гай. Надин Мастерс. Мэгги Комбери. Брэндон. Она разговаривает через что? Через динамики, что ли? Орёт кто-то. По-моему, это вопли из комнаты Робина Басса. Но я пока ничего открывать не буду, потому что никакой информации нету. Зачем мне это делать? Заебал этот свет, блядь! Вызовите нахуй электрика уже, сука, блядь! Второй раз я тут, сука, насрал, блядь! Говно ебанное. Так, ты не боишься, что есть другие Саймоны или Катерина, которые ходят вокруг здесь? Сейчас я. Девочки, Саймон. Девочки, какие-то думают лучше оставаться. Чё-то не врубаюсь, нихера. Тут закрыто, там завалено. Как же мне к маршрутизатору-то попасть? Блядь, ну ёбнутый же тут скрипт! Скрипт! Я не знаю, как бы, что бы это реально Саймона думал, если бы вы знали о меня. Что ты имеешь в виду? Что ты знаешь о себе? Нет, я... Я имею в виду, настоящего Симона. С человеческого Симона. По вашим реакциям, я бы сказал, что ты довольно скучный. Тут маршрутизатора быть как бы не может. Дома. Бл***ь. Ну и чё, идти камеры, что ли, открывать? Мы никого не нашли, дура. Знаете с чем в этой игре очень туго С отражениями Ни одной отражающей поверхности нет Чтобы посмотреть на главного героя Руки видели Больше ничего Ну уже понятно что он не человек Что он робот Он сам уже об этом говорит Но все таки интересно было посмотреть Что это такое Какой то жирный пот с татуировкой на пузе Надо же такую было сделать Идрит Мадрид Тихо тихо Ну какие то фотки я блин не знаю Чьи они что это нахрен они нужны Это какой то план эвакуации Наверное при пожаре я хрену знаю что это Какая то планета Что ж эта комната пустая Повезло В этой комнате психа нет Непонятно зачем пустую комнату заперли Вот этот механизм Он же ну блокиратор двери Чтобы с той стороны никто не вышел Как я понимаю С этой стороны то снять его без проблем Так они там что Воздух заперли что ли Не понимаю Кэтрин Чан Телочка А это она Кэтрин Чан Говорит моя комната Ну у нее был так себе Вкус к одежде конечно Сразу видно что она была Замызганной пацанкой Плохие новости Твой фикус завял Массажер для головы Или расческа такая Крупнокалиберная Я знал что она Кэтрин Чан И какая то азиатка Даже фигура какая то азиатская у нее есть Компьютер не работает Ничего здесь нет Я не понимаю вообще Для чего я посещаю эти комнаты Если в них нихрена вообще ничего нет Марк Шаранг Шаранг Надо послушать Никого там нет По моему стоны были Из-за последней двери А может и Марк Шаранг Там буянит Что написано Danger Restricted Area А тут никаких Никаких наклеек Об опасности нет Может не надо открывать Эту дверь Может перейдем сразу К вот этой Или к вот этой Мартин Фишер О У Мартина Фишера здесь Выросла вагина Целебная Ну понятно В ящики я не полезу Там нихера нет В шкафах Вообще нихера ни разу не было Я не понимаю Зачем пустых шкафов В игру понаставили В них даже прятаться нельзя Итак Робин Бас Робин Бобин Или Марк Шаранг Ставлю на Робина Бобина Марка лучше думаю Не открывать Кровь на подушке Бритва да Что за музончик Такой тревожный Из-за того что я Кровь увидел Какой ужас У главного героя Руки затряслись Как будто он лично Марка Шаранга Знал Марк Шланг Блять Я застрял Я выбрался Комната Марка Шаранга Опасная Сука Что это А Это рисунки Поверх фотографий Что ли У Марка Шланга Было чертовски Странное хобби Ну Мы все равно Все умрем Я пойду Ва-банк Поставлю на Саранга И непрерывность А так он Саранг Не бьющийся У Марка Шаранга Видимо Была семья Что ли Марк Шаранг Был В обществе Анонимных Ковбоев У него был Рыжий котяра Мордастый Ух ты Опезал Какой Так бы Его за морду Прям вцепиться Колесо Обозрения Еще Какая-то Херня О Клава Что-то Что-то сверкнуло Только что Вот это Чайка Чайка С размером С человека Оптическая Иллюзия Наверное Ну и больше Тут нихера Нет Короче Ну что Блин А Марк Саранг Здесь Блять Я же Робина Баса Открыл Ну ладно Шаранг Давай Никого И здесь Никого Ну тогда Я вообще Не понимаю Стоп Ага Как бы Блять И чё Это нам Должно Сказать 218 Здесь Зачем-то Есть цифры 218 Я думаю Что 218 Надо записать На чеки Из магазина Золотоваров Первое Чё под руку Попалось 218 Эвент Си Павлино Мартини Природа Идентичности Павлино Мартино Кто Кто мы Что значит Быть Человеком Наши тела И окружающая Нас Среда Настоящее Лето Или мы Всего лишь Наша Тюрьма Трудно Получить ответы На эти вопросы Не ударяясь Сценизм Скептиков Или мистицизм Романтиков В этой книге Павлино Мартину Или Павлино Мартину Наверное Профессор Философии Карлова Университета В Праге Представляет вам Историю Великих Мыслителей Их рассуждения Человеческой Идентичности Это Блять Просто Приквел К фильму Третий Лишний Два Сука Твою Мать Про Медведя Тоже Вместо Комедии Развели Какую Бороду Человек Он Или Игрушка Все Так Ну Как Вы Думаете Дорогие Друзья Когда Вы Будете Читать Это Я Уже Буду Полностью Внутри Ковчега Я Уже Объяснил Объяснял Для Чего Для Этого Нужно Всего Лишь Завершить Свою Жизнь По Окончании Сканирования Чтобы Не Пугать Кэтрин Я Сделаю Это Тайно Завернув Цианид В Жвачку И Положив Ее В Рот Перед Сканированием Когда Она Объявит В завершении Я Кушу Жвачку Тем Самым Мгновенно Вызвав Смерть Когда Вы Узнаете Правду Которую За Моей Смертью Правду Сокрытую За Моей Смертью То Поймете Что В этом Нет Трагедии Ибо Я Держал Победу Я Советую Всем Вам Сделал То же Самое Встретиться Со мной В Ковчеге Искренне Ваш Марк Саранг Я Че Тот Блядь Не Улавливаю На Кой Хрен Себя Убивать После Сканирования Вот Если Остается Человеческая Копия И Копия Робота Зачем Человеческую Копию Убивать Объясните Кто Подробнее Чем Я Разбирается В этой Игре За Каким Хреном Это Надо Делать Ну Что В общем То Все Еще Какие-то Фотки Что Там 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 Мальчики Девочки Может Тут Какой-нибудь Рупешник Умер На Горшке Никого Душ Не Включается Я Че Не Врубаюсь Где Маршрутизатор Этот Долбанный Зеркала Такие Борода Бородова Че Воду Включить Можно Что А Подойти К Зеркалу Ни Хрена Он Терминатор Просто Восстание Машин Сара Коннор Вот Круче Круче Было Если Не Надо Было Подходить К Этому Зеркалу А Если Там Просто Были Какие-то Отражения Подошел Увидел Ушел Все Ну Че Еще Тут Прикольного Можно Сделать Щипчики Какие-то О Зубные Щетки А зубные Щетки На пол Не Сбросить Наверное Чтобы Не Спалить Что Стаканы Не Разбиваются Туда Никак Представляем Какие-то Звуки Хрустящие Падающие Че-то Чвякает Так Там Я Был Понятно Больше Тут Делать Нечего Где Этот Долбаный Супер Маршрутизатор Я Столько Времени Потратил На Обыск Этих Гребаных Комнат В которых Ни Хрена Ничего Не Нашлось Абсолютно Ничего Путного Годного И Нужного Фонарь В этой Игре Конечно Просто Крайне Вялый Даже Я Иногда Даже Не Понимаю Включен Он Или Выключен О О Орёт Кто-то Телка Орёт Орёт Голосом Человеческим Кстати Не роботизировано Я смотрю Что если Я тут Спрыгну Я уже Назад Не заберусь Маршрутизатор Написано Было В Под Комнате Или В Подвале В Каком-то Блядь Ну Вот Это Видимо Оно Оно И Есть Свернулся Глянуть Сколько Времени Назаписывал Ещё Вроде Время Есть Минут Десять Оп Сохраненец Даже Не лагануло Чё-то Странно Странно Такое ощущение Что я на какой-то В какой-то Реактор Спустился Кто стучится В дверь Ко мне С толстой Сумкой Сука На ремне Настырно Кто-то В дверь Тарабанил А наверх Тоже Не запрыгнуть Хотя Чисто Ну-ка Для радиоинтереса Можно залезть Там обратно Или нет На хер там Я же вижу Что нет А Можно Он Блять Он такие вещи Совершает На кнопку Действия Сука Хорошо Чё это Вагина Да Очередная Нет Тупик Ни хера Тут нет Странная Комната О Аварийное Освещение Это Искрила Сейчас Или чё Или мне Показалось Там Просто Опять ФПС Упал Так Отлично У нас Две комнаты Одна Зелёная Вторая Красная Ну и В какую Первую Это Ещё Искрит Ну-ка Монетка У меня Так Если Сука Рублик Значит Зелёную Если Орёл Значит Красную Херак Зелёная Победила Ну что ж Я как Харви Дент Буду в таких Ситуациях Монетку Подкидывать Языческие Боги Это что за Дед Да это же Это Из игры Престолов Этот Древний Зелёный Зелёный Человек Так Ну Уходить Он вряд ли Сможет Потому что Он Корни Уже Пустил В стену Чё написано Тето Контроль Жизненных Показателей Климата Нио Климат Природной Жизни Давление Такое Это Температура 6 градусов Цельсия Ух ты Там Дубак Какой Относительная Влажность 62% Как у Моей Бывшей Воздух Здоровый Нормально Воздух Не болей Вода Экономить Очистители Мощность 30% Ликвидация Отходов Отказывает Переработка Отходов Мощность 2% Восстановление Энергии 17% Так Ладно Понятно Давайте посмотрим Кто это такой Батюшка Царь Кто же это такой Так У него руки Есть Одна рука Он может Него схватить Он дышит Ещё Это баба Бабёнка Бабёночка Она в полном Неадеквате Короче С ней не побазарить Надо найти Курень кирпич И оказать Оказать ей Милосердие Сейчас подожди Там у огнетушителя Висел Ничего Чем Чем Мне переебать По башке Блять Что-нибудь Тяжёлое Тут есть Швырнуть В неё Хотя бы Чем О Вот это Что такое О Ну Не знаю Как навес Но выглядит Как кирпич Возьми кирпич И даем Сдачи Так Сейчас Прицелюсь Височек Нет Нет Ну и пошла ты Сделал что мог I'm so sorry Хрен узнает Чё это такое Вроде только роботы Должны так жить А она не робот Но жива Что за звуки Она что ли Оторвалась От стены Да не Висит А там Как будто Чё-то Открылось Прям Ух ты Блять Дерьмо С ногами Дерьмо С ногами Ебать Дерьмо Тоносится Дерьмо С ногами Атакует Нет Спрячься В чем Нибудь Другой Жопе Господи Дерьмо С ногами Дерьмо С ногами Пиздык Блять Я был убит Огромной Какашкой Ебучий Позор Мистер Говняшка Да ты Чё Блять Может Он на фонарь На что Он согрелся Блять На что Агриться Дерьмо С ногами Пиздык Ещё раз С ноги Поебальнику Да что Такое Блять Я чё-то Не понял А чё Случилось Почему Меня Говно Избивает Блять Какое Это чё За хуйня Я офигеваю Блять Какое-то Говно Блять Реально Какое-то Говно Сука Натурально Необразно Говно Реально Говно Прибежало И меня Отпиздило Ногами Это чё за Ни в одной игре Меня ещё Так не унижали Ладно Дарксоулс Блять Зависло Походу Вот Там меня Убивают Гаргульи Великаны Драконы Кто Блять Ну чтобы Говно Убило Меня С ногами Вот Говно С ногами Меня Убило Вообще Впервые В жизни Ну охереть Вообще Так Я не помню Мне сюда Куда-то надо идти Или чё Чё тут делать Тут вообще А я понял Да блять Хватит лагать Я понял Что надо сделать Надо говно С ногами сюда Наверное Заманить И закрыть Его здесь Нахер С этой бабой У говна С ногами Нету рук Оно не Откроется Не откроется Но то что Вот там Наверху писали Что оно Как бы Ну на звук Оно не видит Это пиздёж Так Ждём Говно С ногами Мистер Говняшка Вон Фекалище Ебаное Сука А чё же Она в прошлый раз Забегала А в этот раз Ему похеру Фекальный Фекальный Дружище Дружище О, говно С ногами идёт Мистер Говняшка Рождественская Какашка Щас Блядь Чё, на бабу То не хочет Запасить Чувак Ты лучше Ты не найдёшь Ты обрати Внимание Какая дама Скучает Его ещё и блевать Тянет Салют Чмо Блядь Да какого Жку это Чем он Открыл То Блядь Да ёбаный В рот Он меня Что По запаху Блядь Вычислил Что А пёс Еб Твою Мать Такой Удар С ноги Чёткий Блядь Прилетает А, маршрутизатор Сетевая Ошибка Ну так Давай Что За хуйня Здесь Блядь Он Он Тоже Жив Можно всё-таки На звук Мага Продолжение следует... В Нага ебать я был тихий как мышка я блять не знаю чё с ним чё не так-то надо на википедии почитать про каких-нибудь дерьмовых людей как они там ориентируются хау нихо блять я чё в тупик залез что-то в какой-то ну блять значит я попал потому что отсюда выхода нет ну вроде он уходит ещё один пиздоч с ноги я-то не выдержу, да? 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 Продолжение следует... Ну, где ты, блядь? А он что, загрузку выключил, что ли? Ебать, он разумен, что ли? Охренеть вообще. Говно, которое шарит в информатике, это вообще... По-моему, всё готово. Он очень глючно работает, этот мистер говняшка. Что? Хуй знает, как это работает, блядь. Вроде всё. Вроде валить отсюда надо. Ни хера тут серверная здоровая. Блядь, как музей, сука, здоровая. Всё, валим нахер отсюда. Я душу манал. Должно, должно работать всё. Я больше не пойду к мистеру говняшки. Не то, что это, блядь, страшно. Это напрягает. Получить, блядь, с ноги опять пахарь и... В очередной раз начать, блядь, сначала загружать этот... Этот долбанный маршрутизатор. Интересно, конечно, но работает через жопу. Первая халфа, блядь, какого года там? 90... 2004 года, блядь, или какого там? Не помню. Вообще вылетело. Ну, короче, первая халфа и то лучше работала. Там, помните, был босс, который на звук ориентировался? Он и то работал идеально там. А здесь прям просто жопа. Я ему кидаю, блядь, ему похеру. Зато я сижу вообще там... Я робот, я даже пукнуть не могу. Он всё равно, блядь, как-то меня находит и... Ему дохает ногами. Ну, чё с говно? С какой нахер её лабораторий? Это мы здесь или что? Пиздец, ну и карта, и чё мне это даёт? Хотел карту, пожалуйста, ёбая. Чё ещё, блядь? Дробовик, надо теперь... Мысли материальные, надо мечтать о дробовике. Эксперт. Кэтрин, она-то кто? Элис, Элис, сейчас посмотрим, кто она была. Марк Саранг, аналитика интеллектуальных систем. Мёртв. Рид. Пропала, пропала. Гости. Не знаю, нету здесь её. Или я забыл, как её зовут. По-моему, Кейтлин. А, вон, Кэтрин Чин. Вон она, сверху. Чун, Кэтрин. Инженер по интеллектуальным системам. Пропала. Зато два наладчика живы. И начальник станции. И эксперт по биомеханике. На код доступа надо найти. Главного героя уже шатает. Мистер Говняшка, интересно, не в курсе кода доступа? Мне кажется, что когда у главного героя в глазах всё двоится, это значит, что самое время сунуть палец в эту вагину, которая пульсирует. Но я не помню, где я её видел. Оставлю эти заботы на следующую серию. Это было круто, бегать от мистера Говняшки. Всё, так что пишите, жмите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok